всем доброе утро! мы пошли гулять сегодня долго мы меняли наши планы хотели к Марине ехать а потом все таки мы поехали завтра поедем с вами отправляемся погулять в правом улице минус шестнадцать минус семнадцать где наша машина это наша машина нет ну все артеша проверяли вас просто машина очень далеко стоит артеша вот это наша машина нет а это наша где наша вот это а вот это где наша покажем прямо пройдем говорит это наша это наша может быть наша берем да смотрите как сегодня красиво как как всегда когда очень холодно появляется и не на деревьях и еще снег со вчерашнего дня а это чей-то дом жилой на несколько семей выглядит прямо кайфово потому что прикиньте живешь так и в своем домике а вокруг обычные дома и за того что дорогу перекрыли мы поехали каким-то другим маршрутом ну вообще в стоимость в сторону репина зеленогорска поехали погулять и навигатор нас завел вообще смотрите какое красивое место он все перепутал сказал что нам надо повернуться там или нет поворота да доставай мы решили здесь остановиться и пофотографироваться потому что здесь очень красиво такая шикарная зима настоящее редко такое бывает они меня бросили и подождите меня как тут скользко вообще как машина газу ты хотел избавиться от жены да а и Холодно ли тебе, девица? Холодно ли тебе, красный? У меня уже нос отвалит. Очень холодно. Там в лесу, где мы фотографировались, было как-то теплее. Здесь прям... Артёш, ты замёрз? Нет. Нет, ну слава богу. Ой, я замёрзла. На площадку пришли. Такая площадка здесь. Перед рестораном мы сейчас сюда пойдём пообедать. Сто лет никуда не ходили. Токио-сити. Ресторан. Катаемся. Но красота, ребят, неописуемая. Просто такая прогулка восхитительная. Очень-очень круто. Только не могу снимать много, потому что безумно холодно. Камера мёрзнет, руки мёрзнут. У меня это уже, как сказать, профессиональная травма. У меня правая рука после каждой прогулки с обморожениями. Я её бипонтеном мажу, потому что хочешь, не хочешь, но вот всё равно. Без варежек там что-то поснимаешь, и кожа уже болит, краснеет, шелушится. Короче, кошмар. Зачем нужна детская комната, если есть телевизор? Сын-то залип? Скажи. Залип, да? Дома, скажи, не показывают такого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шарик. Тебе шарик дали в рисунках? Шарик. Шарик? Это шарик собачка ходит, да, и не понятно. Шарик. А ты играл в детской комнате, да? Да. Мама даже забыла тебя заснять. А во что ты играл там? Кубики. Кубики? А ещё что делал? Пошёл, пошёл кубики. Поставил кубики. А рисовал ты там? Да. Да? Мультик. И мультик смотрел, да. Там такая хорошая детская комната, там такие большие кубики, по которым можно лазать, можно их переставлять. И ещё там на обеих, на двух стенах огромная доска, чёрная, на которой можно мелом рисовать. И ты портил девочке рисунки, да? Да, девочка рисовала единорогов, Фартюш, и ты рисовал свои части тела какие-то, да? Тебе понравилось в ресторане? Каша. Каша? А что ты ел в ресторане? Малуку. Так, макароны, а что ещё? Котлет. И котлетка. Котлетка. А пил что ты? Машину ел. Ты воду пил. Машина эта, он имеет в виду, что макароны были в виде машинок. Там был грузовик, легковушка и мотоцикл. Прикольный макарон. Короче, детское меню там очень хорошее. Грузовичек. Ты что, румяный, нагулялся? Да. Да? Куда теперь едем? Бабой. Угу, правильно. Вернулись домой. Алишер укладывает Артёша, потому что он тоже хочет поваляться. Он жутко не в способ. Вчера сидёт, да поздно делом занимался. Он просто заказался с тобой. Боже, Кусь, ты как всегда. Я как только включу камеру, он сразу тоже включается. Мне нужно, пообщаться надо. Я что-то мучаюсь с волосами. То ли меня постригли как-то не так, то ли ещё что. В прошлый раз мы делали филировку. Как-то волосы лучше лежали. Теперь, когда я их укладываю, как я делала, они у меня такой шапкой торчат. А потом получается вот это вот прямые. И я не знаю, что с этим делать. Короче, мне не нравится после этой второй стрижки. Почему-то они у меня не хотят лежать. Ну, сейчас шапка, понятно, но всё равно. Сегодня сделала специально больше пены, потому что мне писали, что чтобы хорошо фиксировалось, надо больше пены. Но, ок, концы волос не были прижаты шапкой. Почему они тоже вот так вот сделали? Как-то совсем непонятно. В чём дело. Кузич, ты ко мне на ручке. Соскучился коник. Хорошенький, да? А, все спрашивают. Я уже отвечала. Я не отвечала. Я забыла. Короче, что он, чем я его кормлю? Каша и мясо. Так всю жизнь. Да? Кузич, утром качу с мясом, вечером мясо. Кузич. И ещё по поводу отпуска. Снова опять все, как в прошлом году, накинули. Что ребёнку надо на море. Как же так было в Европу? Блин, шерсть. Ребята, я же сказала, что мы очень надеемся съездить в два отпуска. И то, и то надо сделать, потому что море нужно Артёше и моей маме очень сильно. А европейский отпуск нам с Алюшером, потому что пока мы молоды, пока у нас есть силы, нам хочется поездить по разным странам, посмотреть всё. А потом, когда нам уже будет 50 плюс, то мы прям просто ездить и лежать теленчиками на море и больше ничего. Знаете, что такое невезение? Это когда ты час ретушируешь фотографию в онлайн-фотошопе, и у тебя уже готово 80%. А потом ты нажимаешь какую-то кнопочку, и всё закрывается. Без сохранения. Класс. Вот так вот я сделала новую шапку на созеркале. Вот так я её сделала. Сейчас сижу по второму кругу, не знаю, посмотрим, надо уже минут через 15 Артёша будить, а то он не уснёт ночью. Я так надеялась хотя бы это сделать. Сто лет откладывала, и вот нашлось время, и блин, всё закрылось. У меня просто нет фотошопа на компьютере, и я не хочу заморачиваться и выскачиванием, потому что я редко его использую. Я пользуюсь онлайн-фотошопом, и вот такая вот фигня произошла. Очень-очень обидная. Ты помнишь, сынок? Да? Ой, какой ты молодец. Ты маме помогаешь? Умница, сынок, умница. Умница. Собака! Собака это у тебя? Расскажи мне про это. Это что? Дядя подарил! Дядя подарил! Дядя подарил! Угу, дядя подарил. Что он тебе подарил? Лиска подарил! Что? Шарик подарил! Шарик подарил! И что это за шарик? Кто это? Ребка! 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 Ребень! А кто это? Ребка! Ребка? Лапка! Лапка? Ребень! Ребень! У собачки лапка, да? Один лапка, один лапка! Одна лапка. Это вот такая собачка. Это ему в ресторане дали. Хороший подарок, да? Ребень! 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 Что ты делал в ресторане? Маму много ел! Макароны Мама много ел Конец, конец Папа, конец Папа, конец Папа до конца доел за тобой? Нет Котлеты за тобой доел, а не макароны Папа на тренировки, на бокс пошел Тренировка Ушел папа Ушел папа, да А мы с тобой что сейчас будем делать? Читать Читать книжку? Конец, конец До конца будем читать? Конец Ну ладно, скажи всем зрителям Спокойной ночи Мамам Вернулся с тренировки Побоксировал Я болтала с мамой по телефону Пока мы болтали, я убрала весь дом И мама Искала загранпаспорт Я попросила найти загранпаспорт Чтобы она посмотрела Когда у нее кончается виза У нее финская виза есть И Прикол У нее виза кончается Она у нее Нам Когда мы оформляли Ну вот мы Это когда в прошлом году В позапрошлом Мы оформляли Нам дали Всем Ну мне Алишеру Артешу На полгода финскую визу Поэтому мы в прошлом году Уже делали эстомскую Эстомскую нам дали на год А мама тогда оформляла Ей дали на два года Потому что она до этого ездила Поэтому паспорт Нет И прикол У нас с тобой в июле кончается эстомская виза И у мамы тоже День в день С нами Финская То есть у нас всех одновременно Но у мамы ее финская У нас с эстомской просто так совпало Реально одно число Было очень забавно Мы опять обсуждали выпуск Опять пока ничего не решили Просто обсуждали Что как Как сделать дешевле Потому что вопросы открыты А сейчас я буду монтировать флоп И потом ложиться спать И я хочу еще почитать Потому что я начала читать Стивена Кинга Под куполом И вот пока укладывала Артешу Читала И это невозможно Залепательная книжка Кинг пишет Очень круто он Не только сам сюжет Но даже язык Вот как это все описано Настолько красочно Что ты не можешь оторваться Мне нравится Так что Ура-ура-ура-ура Классно находить такие книжки И кажется я еще много книг У Кинга прочитаю потом Вот Так что все На этом я закончу И мы с вами Увидимся Завтра Субтитры сделал DimaTorzok